Добрый день! Сегодня у нас необычная главка от Сэнг Со, или Шэнг Шоу. Это Мальчик Тауэр, или Тетраэдрон Куб. Если посмотреть на упаковку, мы видим такую замысловатую пирамидку. Причем вот эти рисунки достаточно рельефные, то есть их тактильно можно ощутить. И все так красиво сделано. Тут что-то по-китайски написано, знающие переводите. Ну, вот такая вот красивая коробочка. Здесь даже есть какой-то мини-окошечко, в котором можно что-то посмотреть. Я, когда увидел вот это, сразу вспомнил вот таких вот друзей. Это Тетраэдроны компании MF-8 и Dayan, совместное их производство. Ну, это Крейти Тетраэдроны. Все равно вращается. Здесь есть Крейзи Элементы. И, соответственно, у меня их всего лишь два, хотя их восемь. Вот это было очень похоже на такую модель без Крейзи Элемента. Ну, поэтому купил не задумываясь. Вот он, вылезай скорее сам. Размером чуть поменьше. Здесь есть даже инструкция. И если посмотреть, я не открывал, то здесь даже какие-то алгоритмы показаны. По-китайски, по-английски. Ну, что-то здесь прям много чего написано. Прям постарались. Но это все лирика. Это все ненужные инструкции. Никто их сразу не смотрит. Тетраэдроны. Красиво, хорошо. Это тоже тетраэдрон, тетра-4. То есть, четыре грани, как у пирамидки. И если мы будем вращать так, то интересно. Какой-то тетраэдрон вращается грани. Но надо просто взять и вращать вот так, как обычную пирамидку. То есть, если мы возьмем обычную пирамидку и будем вращать ее вот так, то это будет примерно то же самое, что и здесь. В итоге, если присмотреться, то что это? Это пирамидка. Давайте вот так вот сдвинем и будем сравнивать. Мы видим нижний слой, нижний слой, верхний слой, верхний слой. Здесь можно еще повернуть уголок. А здесь такой возможности нет. Уголок не вращается. То есть, по сути, вот это здоровое ребро, а вот этот вот уголок, объединенный с этим элементом, а вот этот элемент, которого в этой пирамидке нет. То есть, центр. Ну и тут сразу вспоминается недавний дуамокуб от Чи. И теперь сравним их. Вот у нас получается сдвинуть так и сдвинуть так. Угол, угол, достаточно крупные, огромные, трехцветные углы. Здесь уголки небольшие, тоже трехцветные. Вот это здоровое ребро. Здесь ребро поменьше из двух элементов как бы состоит. Но на самом деле это один элемент с двумя наклейками. Если посмотреть его вот так вот на сдвиг, вот он, целый элемент. Так же как, ну а здесь его и так видно. Ну и получается, центр треугольный, треугольный центр. И что же это такое? Это обычный дуамокуб. Ну или пирамидка с центрами, но без уголков. Если мы умели собирать дуамокуб, то соберем и титроядронку. Мэджик Тауэр, как ни обзови, ну вот эту головонку от Шинкшоу. Ну а чтобы не быть голословным, давайте перемешаем и соберем. То есть мне хватило буквально 1-2 минут, чтобы разобраться, что это такое и с чем его едят. Ну и поняв, я это отложил до момента записи этого видео. Вращается достаточно хорошо, но шумно. Головоломка недорогая, поэтому ей это позволительно. Ну для начала, как в обычной пирамидке, мы соберем 3 красных цвета из уголков. Далее поставим какие-нибудь ребра. Раз. А центры пока игнорируем, они нам не нужны. Ставим еще одно ребро. Ну вот, оно стоит здесь. Достанем и поставим на место. Далее получаем одну из пяти ситуаций для пирамидки. Решаем. И все. Как бы этап пирамидки собран, осталось только собрать центры. Я обязательно сделаю подробное обучающее видео по этой головоломке. Возможно, она даже уже готова к моменту выхода. Если оно готово, то оно будет по ссылке в описании. Если нет, то скоро там появится. С центрами есть две ситуации. Они либо сразу собраны, либо нужно сделать 3 пиф-пафа. Ну здесь видим, что центры не собраны. 3 пиф-пафа меняют передний центр с нижним и 2 задних между собой. То есть передний и нижний. Просто делаем 3 пиф-пафа. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Три пиф-паф. И все. Собирается. То есть, по сути, вот эти две головоломки одинаковые. Дома куб. Титраядрон куб. От Ценгсо. В принципе, можно купить обе. Радовать себя. Разнообразием. Либо выбрать какую-то одну модель. Я в любом случае приобрел, поскольку мои титраядроны, которые я когда-то еще перекупил у Ивана Цикова, их всего два. Они уже, как я понимаю, не производятся. Или производятся очень малым тиражом. Купить их трудно. Я постараюсь, конечно, добрать остальные 6 титраядронов от MF-8 и Даяна. Но не знаю, получится или нет. Вот у меня есть Меркурий и Юпитер. В общем, не очень интересная головоломка. Но для разнообразия, если у вас нет дома куба, будет интересно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok